Всем привет, ребята! Я сейчас нахожусь на шведском празднике, праздник Митцоммар. И здесь этот праздник отмечается, ну такой деревенский местный праздник. Собственно, он праздник по всей Швеции, но отмечается по местам. Вот здесь я сейчас в своем селении, в своей деревне. И, пользуясь случаем, я расскажу о тех домах, очень-очень старых постройках, которые меня окружают. Вот. Немножко покажу, немножко расскажу, будет такой интересный репортаж. Ну, взять хотя бы вот этот. То есть, это типичная постройка, я не знаю, сколько ей лет, судя по виду, но не меньше. Ну, лет 150, я думаю, может быть, 200. То есть, вот этому каркасному дому порядка 200 лет. Ну, не меньше, чем 150. Вот, как видите, он в отличном состоянии, и в нем живут люди. Вот сейчас здесь видно сарай, в котором совсем недавно выбито окошечко. Видите, в окне еще старое, не шлифованное стекло. Видимо, сегодня, вчера. Вот они, осколочки лежат. Еще никто их не убрал, не собрал. Что обидно. Сруб, покрашенный шламовой краской. Вот она мажется. Это какой-то результат какого-то там производства с медных рудников. Вот что-то там такое. Детали не знаю, но она отлично защищает от гниения. Вот мы сейчас можем заглянуть. Здесь всякая деревенская утварь. Можно пройти на второй этаж. Здесь была какая-то табличка, которую закрыли, когда красили в последний раз. Ну, вот этому сараю лет 200, как минимум. Судя по состоянию, бревен три сотни лет. То есть, это я говорю из собственного опыта. Вот здесь такой же сруб, который, видимо, давно ничем не обрабатывали. У него естественный, как вы видите, вид. Внутри устанавливана какая-то машина. Не знаю, что это такое. Вот это самое, что ни на есть традиционная постройка. Керамическая черепица. Фундамент из камней. Ну, вот видны очаги гниения. Кстати, обратите внимание на традиционную шведскую ограду, плетень, забор. Владельцы этого двора очень тщательно следят за традиционностью и сохраняют старину, превратив его фактически в музей. Ну, на самом деле, ничего такого специально уникального нету. Подобные строения есть везде, по всей Швеции. Вот дверь. Надпись гласит. Перевезен из северной части Эдебу. Эдебу – это деревня в нескольких километрах отсюда. 1900 год. Перевезен сюда в 44-м году. То есть, этот сарайчик 60-70, сколько получается, 80 лет назад. Нет, 70 лет назад его разобрали и перевезли сюда. Буду снимать, насколько хватит батарей. Вот еще один сруб. Та же самая концепция. Сруб – это очень старые здания, соответственно. Фундамент из сложенных камней, которые просто лежат на земле. Но здесь у нас соломенная крыша. Тростниковая крыша. Да, кто знает, сколько ему лет. Возможно, крыша и перекладывалась. Бревна, как вы видите, тесаные. Здесь есть еще пару бревенчатых строений. Здесь и здесь. То есть, это, видимо, был какой-то хлеб. Внутри карета. Пожалуйста, внутри карета. Что у нас здесь? Здесь навес. Лодка. Плук. Еще один плук. Еще один плук. Какие-то тележки. Какие-то сельскохозяйственные приспособы. Я не буду подниматься на верхний этаж того сарая. Там есть много интересных всяких предметов. Но освещение никакое. Телефон не сможет снять. Но у меня сегодня, конечно, ни лампы, ничего такого не предусмотрено. А вот в домики мы еще зайдем. Здесь есть две трße винтерs. Это две винтерs на задых. Это две винтеры на задых. Ни! Ни! Моргий моргий-моргий, фаргий, фаргий морд. Вот уже дадуг. Ни уже готовят. Ни все еще раз из мира. Отдай, ухо сам. И Иван Максон. Пасут, парнем, Cont 곳а. Ну вот сейчас мы попробуем войти сюда, у меня там уже был, в прошлый раз пускали. Эй, эй, все! Несмотря на то, что здесь только для персонала, но мы попросим. Была изба, большая комната. Мы просто снимали и конструкцию, чтобы был канал, не с вами, в минуту и так, если вы ордите. Вот это будет микрофан. Вот как называется, видишь? Тут же ружья какие-то были. Что-то в этом году не было. А, вот, вот ружья. Вот как они хранили на берегу. Мужки. 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 Не надо. Он не работает так. Там нет струн. Там надо надавливать педали. будет работать как гармошка. 1849 год. Иди, сейчас сними, где-то там. Кухню. Смотри, какая картинка. Я пойду. Вообще, как красиво. Я не пойму, как это сделано. Деревяшечки в пазы входили. Так интересно. Спасибо. 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 . Спасибо. . 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 Зам. . Зам. На верх. А. Сверху. И начнем. Зам. Пошли. Хм. Зам. 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 жалко вы всего этого не видите у меня заканчивается память в телефоне ну собственно здесь без освещения ничего и не видно это чердак наука до сих пор не разобралась надо как-нибудь договориться и прийти сюда с лампами и с нормальной камере поснимать он керосиновая лампа очень старый пилак Поехали! А это ты тоже? Да! Да, нет, но и, боже, ей ты потом 4-5 разamer ,- Не, не, не! Роуи И не, не! Роуи и н都а! Я не дому, ты, а не! Но только вы, вы, они! Да, мы не могу здесь! Давай, я! Хай, хай! Хай, бро! Как думаешь, как сюда вот это вот донесли? Ну, может быть, через окно, или их тут собрали, может быть, и собрали, здесь у нас что, какой год, 1826 года, это какого года, не видно, 1824 года эта доска 1868 года сундучок, просили не трогать, да, тёрка гвоздями набитая, чисто гвоздями набитая. Вот такая гвоздя перед работой мотанулся, да. Сколько, литра четыре там? Внутри, так точно, я думаю. 1834. Что ж, одна несущая коньковая балка поддерживается столбами в двух местах в середине, и на неё опираются широкие доски. Никакой изоляции, конечно, нет, изоляции есть немножко. в стенах. Стены поклей закрыты. Слушай, а почему такая генинизация? Куда у них все вещи вкладывали? Для неё в общем просто жили. Какие у них вещи? Зарядки для телефонов? В те времена швеция была, наверное, одна из вещей вообще. Нет, швеция всегда была богатой. Всегда? Да. Ну, как-то был какой-то момент, когда было с этим. Считалось. Кто-то догадался, зажёг свет, поэтому есть возможность пройтись ещё раз. Так, в этой комнате собрано, ну, здесь уже чисто музейные экспонаты. Здесь собрана вся машина где-то. Всю это работающие. Терелки какие-то. Для пряжи различные. Прибабах. Прибабах. Ничего не видно. Здесь станок предельный. Здесь элементы утверя, но не видно. Здесь несколько зонтиков. Так. Вот. Различные инструменты. Какие-то колотушки. Не знаю, для чего это. Какая-то странная машина. Здесь небольшая экспозиция. Бела. Бела. Бела, ты. Слышу твой голос. Смотри. И вот жернова. Сюда засыпали зерно. И вот так вот крутили. Не знаю, чем. Офигано, какая неподъемная. Вот так вот крутили за эту рукоять. Вот этот камень крутили. Вот видите, осталось. Ну как? Там прокрученные, протертые. Протертые. Наверное. А что это? Ну это как крутили. Это называется коромысло. Вот так и носили? Да, вот так и носили. Одно ведро цепляли на один крючок, другое ведро на другой крючок. Что тут тебе дали? Мы здесь маленьких мальчиков укладываем вот в эту бадью и бьем палками. И тычем вилками. Смотри, какая вилка. Это вилки только два. А вот эта, посмотрите, какая? Это называется гарпун, призубец. Да. Ну вот это не призубец. Это знаешь для чего? Это охотятся на рыбу. Рыбу? Да. Вот она длинная, да. Ты рыбу бьешь когда? Да. И там крючки, видишь, они такие? Да. С заостренными концами. Да. Чтобы рыба застряла. Или так. Бум-бум-бум-бум. И тут такой. Пам-пам-пам. Вот лампа, фонарь, газовая или... Я даже не знаю какая она, наверное, керосиновая. А это что? А что вот это? А что вот это? А что вот это? Я не знаю. Что вот это? Что вот это? Наверное. Сачок. Или какой-нибудь. А ты легкий, да? Нет. Вот еще один такой же горфон. Только все остальное, а я не видел, но мне не было бы очень, чтобы там не осталось. Да. Алики. 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 А это такой типа гость? Гвоздь. Да. Штуль. Ага. Что такое вот это? Это когда в печи пекли пироги, то этими штуками, этими лопатками пироги подбирали. Вот, смотри. Пирог горячий. Раз. Взяли. Хлеб. Пирог, еще что-то. А вот это? Это терка. Мама натирает яблоки вам? Да. Вот. А вот это что? Это лопата непослушных детей били по жопе, по заднице. Так, бац, 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 бац. А это что? Это надпись. Знаешь, что на ней написано? Что? Феримолен форинтаведрерас. Что это значит? Это значит, что нельзя ничего здесь трогать руками. Мы ходим и трогаем руками. Ну ладно, мы очень осторожны. Этот чехол, видимо, для скрипки. Жалко. Не видно. Тысяча восемьсот семьдесят четвертый. Тысяча восемьсот семьдесят четвертый год. Это керамическая плитка. Да, еще одна лопатка. Саня, да. Лошади их тащили. Это типа багаж? Да. А вот это для чего? Для такого? А вот это вот. А это надо? Вот это вот, знаешь, для чего? Вот это вот. Вот, вот это вот. Знаешь, для чего? Теперь да. Теперь да. Это плетка кожаного. А это уже слабо. Ну, коробочка какая-то. Не-не-не, вот здесь она висела. Стой. Ты там? Ничего, это просто отдельная дверь. Смотрите, какой год. 1825-й год. Это тип строительного материала. Вот, типичный строительный материал 1700-го года. 1800-го года. Более обработанный. 1905-й год. Уже машинная обработка. Розетка из чего-то мягкого. Ага, она из папье-маше. Да, из папье-маше. А вот это что? Это. Давай прочитаем, что это. Это вентиляционная, ага. Это вентиляционная, как вентиляционная, деталь вентиляционного канала из подвального помещения. А это водоотводящий, какой-то водоотводящая деталь. Я думаю, что это для производства шерсти. А как этим работать, я не знаю. А что вот это? То же самое. Может быть, начёсывать шерсть, я не знаю. Это офигенелские. Да, это какие-то острые предметы. Ага. Какие-то острые, как гвозди. Смотри. Разрены, это крови. Да. Да. Панис, пнись, пнись, пнись о... Панис! Папа, на, вели ху! Папа, на, вели ху, Панис! Папа, на, вели ху! Угу. Эта кружечка сломана. Пойдёмте вниз, пока камера есть. Немножко памяти. Сам спустишься? Да. Почти вертикально, лестница. Ты спустись, я тебе конфеты кинул. Спустился? Спустился? Папа, на, вели ху. Папа, на, вели ху. Папа, на, вели ху. Ку-ку! В открытом положении фиксируется с помощью этого крючка. Ладно, пойдем вниз. Здесь еще сниму немножко. Ну что ж, вот это дверь ведущая на чердак, где мы были. Здесь у нас есть большая гостиная комната. Все-таки плохо конечно видно. Здесь шкаф, самый настоящий шифонер. Здесь жили люди, которые родились парасемейные. Они родились оба в 1871 году. В 1902 году родили одного ребенка. В 1904, в 1908 году еще. Эй, эй! Что? 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 Обои на стенах. Тканевые какие-то. Папа! Да! Ты где? Нет меня! Тканевые какие-то. Что? Я не брал с собой денег. 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 Дальше, я тебе сейчас видео исполчу. Сейчас, я... тут свет включили. Какого пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Когда пи-пи-пи-пи-пи-пи. Свет включили, говорим. Мы поедем шашлыки делать, а? О, кстати, 1802 год, и уже пора ехать в шашлыки. Пип, пошли быстрее. Сейчас даже матом не ругается. Открою их тогда. А, он сверху, сверху открывается. Заперто на ключ вот от таких вот. А значит, что-то там есть. Да. Вот это меня заинтересовало. Ладно, Костя, идём. Надо ещё в магазин и ехать. Компас. Ну, вон, последняя комнатка осталась. Может, тебе и песню спит? Обязательно. Давай, давай, давай. А то у меня обычно музыкальное сопровождение. Крючки какие-то. Это, наверное, турник. Того времени, да? Смотри, эти штуки тоже разъезжались. Костя, реально, нас там все ждут. Ну, там гостиная. Здесь что-то попроще. Да. Да. Диван 1827 года. Диван 1829 года. Диван 1827 года. А вот, вон. Диван 1929 года. А вот, всё время. Диван 1827 года. Это, вон, вон. Да. Да. Диван. Ну что ж, вот такая у нас Дорогие зрители, да Вот такая у нас Всем привет Праздник закончился Люди расходятся Вот такая небольшая экскурсия По реально старым, реально настоящим Древним домам Зданием, которые здесь были Вот здесь мы сейчас были Ну тут еще какие-то детали машин Надпись сделана из подков лошадиных Здесь еще какая-то маленькая надпись Изготовлен в 1982 году Из деталей, изготовленных в 1944-1982 году Ну вот осталось мне еще мальчишку моего найти Мы-то приехали на велосипедах сюда Ну в общем, всем пока Вот, опять такой Плетень Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому